Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. На улицах города кипит работа по благоустройству. Медицина с доставкой на дом. В Цибанобалке прошел день здоровья. Калейдоскоп детских талантов. Солнечная и теплая погода дает возможность вести работу по благоустройству в разных уголках города. Улица Горького, как и многие другие, к будущей весне преобразится. Внимание городских коммунальных служб на этот участок центральной улицы – обратил глава Анапы. С просьбами обновить прогулочную зону в твиттер Сергея Сергеева обращались и анапчане. И вот уже несколько дней рабочие трудятся на Горького. Какое благоустройство здесь запланировано? Рассказала начальник управления ЖКХ Анжелика Бузунова. Глава города поручил нам произвести реконструкцию части улицы Горького от Краснодарской до Крепенской. Нами начаты работы по укладке бордюрного камня. Будет заменена тротуарная плитка. Будут обязательно выделены зеленые зоны. Созданы новые. Те, которые существуют, мы их оставим. Создадим новые. Посадим деревья, посадим хвойные растения. В общем, будет очень красивая улица, которая будет радовать и горожан, и отдыхающих. Угол Крымской и Красно-Зеленых – едва ли не самое проходимое место в городе. Тротуарная плитка в пешеходной зоне к центральному рынку, магазинам, автобусной остановке. Пришла в негодность. Глава города Сергей Сергеев дал поручение привезти это место на курорте в надлежащий вид. Тротуарная плитка во многих местах потрескалась, неровная, а местами и вовсе выбита. Специалисты Римстроя приступили к демонтажу покрытия. Буквально на прошлой неделе мы закончили объект по улице Владимирской. Там был благоустроен тротуар общей площадью 40 квадратных метров. Теперь мы переходим сюда, на улицу Крымскую, полностью демонтировать и укладывать по новой плитку. Объем большой – 1800 квадратных метров. Пока погода позволяет, работа кипит вовсю. Причем демонтированной плитке еще придется послужить. Вторая ее жизнь придется на сельские округа курорта. Строительство к запроводу «Турецкий поток» нарушило полотно станичной проселочной дороги. Разбитая тяжелой техникой улица Станицы Гостогаевской перестала быть проезжей. С пятницы там начались восстановительные работы. Масштабы стройки превзошли все расчеты проектировщиков. Дорогу, не рассчитанную на такие нагрузки, большегрузы разбили буквально за год. Машины идут круглые сутки, ночами идут. Летом – это одна проблема. Летом здесь пылью просто нельзя дышать. Заборы, окна, домов – все просто-напросто в пыли. И белое все стоит, как зимой, знаете, вот так вот. Зимой – это другая проблема. Пыли нет, зато есть как бы грязь. Грейдирование не дало результата. Было принято решение – начать ремонт дороги. Сейчас приступили к первому этапу – подготовительному. Основная наша задача – мы с понедельника приступим к расчистке всех кюветов, нарежем новые кюветы. Здесь мы вычистим ливневые канализации населения, расчистим все эти и с этой стороны кюветы. И, в принципе, тогда уже дорога приобретет свой нормальный внешний вид и будет эксплуатироваться как положено. Но основные работы по асфальтированию запланированы на конец года. К этому времени стройка будет закончена. Главные виновники – большегрузы больше не будут беспокоить местных жителей. И к весне они получат новую дорогу. Работа с людьми – для людей. Этого требует мэр Анапы от своих подчиненных. Неважно, какие должности они занимают. Сергей Сергеев не раз предупреждал. Отписки и формальные отношения к своим обязанностям – повод для увольнения. Сегодня на прием главе Анапы от имени жителей переулка Безымянного обратились Александра Луговая и Алла Кузнецова. Рассказали, как несколько месяцев назад их маленькая и раньше тихая улочка превратилась в скоростное шоссе. С Секеропольского шоссе, вот где большие светофоры. И они колонны идут по улице Северной. И вот просто колонны по 6-7 машин с огромной скоростью идут по нашему переулку. Он очень узкий – 3,5 метра. Идут по нашему переулку с огромной скоростью. То есть не дети, не выйти – это просто ужас. Это страшно, понимаете? Сотрудников ГИБДД в переулке Безымянном жители не видят, а нарушителей – каждый день. И самая главная обида людей – и справедливое возмущение. На неоднократное обращение в администрацию получают отписки. А на прием к мэру едва удалось попасть. Получается, что Алла Васильевна пришла полтора месяца назад, и мы до сих пор его не рассмотрели? А сколько надо? Ну-ка давайте, когда она пришла? Давайте, давайте мне первую картуру. Когда она пришла? К вам просто не попасть. Слышать якобы о собственной недоступности главе города приходится не в первый раз. Если даже из записи на прием устраивают бюрократию, то такая работа не нужна. А почему так говорят люди? Сергей Павлович, ну… Что ну? В чем дело? Расскажи. Вот сейчас, если она больше полутора месяцев назад обратилась, вот этот мальчик напишет заявление. Вопрос об организации автомобильного движения в переулке Безымянном Сергей Сергеев вернет на рассмотрение служба. А своему заместителю Владимиру Забураеву глава Анапы объявил выговор за пустые ответы на реальную проблему. В середине октября была приостановлена работа бассейна детско-юношеской спортивной школы «Виктория». Состояние здания бассейна сегодня вызывает опасения специалистов. Бассейн был введен эксплуатацию 47 лет назад. С тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Мы заказали проектно-сметную документацию. Готовятся два проекта за муниципальный бюджет. Также запланировали деньги и внесли в программу развития образования на 2016 год. Капитальный ремонт бассейна. На сегодняшний день у нас в «Виктории» занимается 499 детей. И также 44 – это синхронное плавание, 44 ребенка. Занятия у нас проводятся согласно планам. Занятия не прекращаются. Как альтернатива предложено занятия в бассейнах наших санаториев. Это ВИТО, БФО, ЛАДО. То есть занятия продолжаются. В минувшие выходные жители поселка Цибана-Балка провели с пользой. В День здоровья местную амбулаторию посетили врачи и специалисты городской больницы. Приехали не одни, а с современным медицинским оборудованием. Селяне не только смогли получить бесплатную консультацию, но и пройти медицинское обследование. Еще до официального начала работы в амбулатории собрались желающие пройти обследование. Все нужные специалисты в одном здании. На прием не только к терапевту и хирургу. Практически ко всем узким специалистам мог попасть каждый житель Цибана-Балки. Не у всех есть возможность ехать в город. А здесь на базе нашего учреждения никуда не надо ехать. Люди смогли пройти специалистов, которые нужны. Александр Лизнов, человек в Цибана-Балке, известный. Много лет возглавляет местный совет ветеранов. Вместе с руководством округа в этом году организовали целую акцию по привлечению жителей к участию в Дне здоровья. Чтобы как-то людей больше привлечь, на советы общественности округа в четверг сказали, чтобы по громкой связи отповестить все поселки на мошеннике с громкоговорителем. Объезжали поселки и говорили, когда и во сколько будет День здоровья. В этом году только в Цибана-Балке в Дне здоровья приняли участие 600 человек. Это вдвое больше, чем в прошлом. Медики объясняют растущую популярность акции удобством для населения и высоким качеством обследования. Так что в следующем году рассчитывают на увеличение числа пациентов. И, скорее всего, в перечне услуг добавят новые направления. 28 ноября День здоровья пройдет в Субсехском сельском округе. В хуторе Воскресенском по горячим следам раскрыто преступление. Уйти с добычей преступнику не удалось. 18 ноября в дежурную часть поступил звонок. В доме по улице Садовой хутора Воскресенске была совершена кража. Оперуполномоченный полицией Дмитрий Погодин в составе опергруппы выехал на место происшествия. Неустановленное лицо проникло в частное домовладение. На данный шорох потерпевшая проснулась. Подойдя к мужчине, она спросила, что вы тут делаете. Он нанес ей один удар кулаком в лицо, после чего похитил имущество. Ноутбук и 3000 рублей стали добычей преступника, который скрылся в неизвестном направлении. Благодаря записям камер наружного наблюдения и бдительности продавцов продуктового магазина, которые хорошо запомнили преступника, сотрудникам полиции удалось в короткие сроки его задержать. В ходе проведения УРМ был выявлен гражданин. При нем находился похищенный ноутбук. Совместно мы его задержали, доставили в отдел, где впоследствии данный гражданин дал признательные показания. Зломышленником оказался ранее неоднократно судимый житель республики Башкортостан, приехавший в Анапу на заработки. За содеянное преступление ему грозит до 7 лет тюрьмы. С какой целью прибыли в Анапу? С моей миссией работать здесь. За что были задержаны? За крайним облуком. Вы изнаете свою вину? Чтобы обезопасить себя и свое имущество, сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не пренебрегать элементарными мерами осторожности. Плотно закрывать двери, окна, не оставлять имущество без присмотра. Все лучшие дети. В Анапе прошел первый этап краевого конкурса детского художественного творчества «Адрес детства Кубань». На нашу камеру юные артисты за кулисами почти не обращают внимания. Сейчас все мысли только о выступлении. Все должно пройти безукоризненно. Позади долгие недели и даже месяцы подготовки, радостей и разочарований. Но сейчас все это уже в прошлом. Впереди сцена, полный зал и только одна попытка поразить зрителей. Впрочем, спокойствию ребят могут позавидовать даже олимпийцы. Все уверены в своих силах. Основным упором, конечно, сегодняшней конкурсной программы будет посвящение, во-первых, году, для нас очень знаменательному и главному 70-летию победы, ну и год литературы, конечно. От ребят, защищающих честь города на сцене, не отстают и юные профессионалы изобразительного искусства. Арина Чеботарева с юных лет осваивает сложную науку создания гобеленов. Здесь олимпийское спокойствие также один из залогов успеха. В среднем на каждый такой узор уходит не меньше месяца кропотливого труда. Мы сначала рисовали линии, потом смотрели, что из этого получается, красиво ли это. Потом вот красками разбирали. Кругозор творческих коллективов поражает. Всевозможные танцы, песни и театр теней. Кажется, что все происходящее на сцене – постановка бродвейского мюзикла на артисты, профессиональные певцы и танцоры. Одним из наиболее ярких эпизодов концерта стала постановка танца на сюжет всеми любимой и известной советской комедии прошлых лет. За кулисами исполнительница одной из ролей Виктория – застенчивая и стеснительная девушка, в точности как ее героиня. Сегодня мы показывали танец, основан на фильме «Приключения Шурика». В этом танце я играю роль Нины, а остальные танцоры – в роли студентов, которые пытаются учить уроки. Недавно в крымском городе Алушта прошел первый всероссийский конкурс юных дарования «Голден арт». Напчане очаровали жюри и вернулись с победой. Образцовый художественный хореографический ансамбль «Эксклюзив» стал лауреатом первой степени в четырех номинациях и завоевал два гран-при, а также путевку на фестиваль в Москву. Еще один анапский коллектив «Звонница» стал троекратным лауреатом первой степени и получил два диплома лауреата второй степени. Поздравляем ребят с высокими достижениями и желаем дальнейших успехов на творческом пути. А завершит выпуск прогноз погоды. Во вторник 24 ноября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 12-15 градусов. Ночью до 13 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 12 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступные качественные одежды для детей и взрослых, модная школа, новое поступление, сезонные одежды. Самое время готовиться к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей, эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы, здесь представлена коллекция верхней одежды. Куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц. Рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийской, 281. Жилой комплекс «Крымский вал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова